Какой руль играет потолок, мебель и шторы в нашей маленькой квартире? Конечно, хорошо, когда в квартире высокие потолки. Но наши маленькие же площади не дают нам такой роскошь. Поэтому остается только увеличить высоту помещения визуально. Для этого стоит выбирать краску или обои, которые несколько светлее, чем тены. Пусть всего лишь на один тон. Соответственно, если сделать потолок темнее, то можно зрительно уменьшить комнату. И раз уж потолок у нас низкий, то не стоит заглядываться на большие тяжелые люстры. Они хоть и красивые, но еще больше опустят потолок и сделают комнату гораздо меньше, чем она есть на самом деле. А вот увеличивает пространство точечное освещение. Например, выделив фальш потолком определенную зону в комнате, можно вмонтировать в него несколько светильников. И в комнате будет всегда светло и ярко. А дополнительно будет использовано разделение комнаты на зону при помощи освещения. Еще один прием, который при помощи потолка способен увеличить нашу маленькую квартиру – контрастные канты. Нарисуйте на потолке контрастные канты. Такой рисунок увеличит высоту потолка. Канты привлекают внимание именно к потолку и выделяют ее в дополнительную плоскость. При этом пространство визуально расширяется, так как взгляд просто притягивается к потолку с таким рисунком. Когда потолок же неактивный, мы его просто не замечаем. Но есть он и есть. Он выпадает просто из поля нашего зрения. И это сужает пространство маленькой комнаты. А вот если покрасить центральную часть потолка светлой краской с шелковистым блеском, а стены такой же краской матовой, более насыщенного цвета, то это еще более усилит волшебный эффект контрастного канты на потолке. Не хотите сделать канты на потолке? Не надо. Но можно покрасить потолок просто белым цветом и при этом избегать лишних предметов на потолке. В маленьком пространстве медальоны и массивные люстры просто неуместны. Кстати, к лишним предметам в маленькой квартире можно отнести и шторы. Хотя, конечно, сложно представить себе свое жилье без привычного текстильного дизайна наших окон. Но если ваша квартира выходит в парк или из окон открывается вид на красивые крыши старого города, то вообще можно отказаться от штор. Комната станет гораздо светлее, а пространство за окном будет как бы продолжением интерьера. Если же без штор никак не обойтись, то они могут быть одним из самых эффективных элементов интерьера. Их только нужно использовать с максимальной пользой в нашей маленькой квартире. Например, шторами можно скрыть недостатки отделки или украсить дизайн комнаты. Самое главное при выборе штор определить, какую нагрузку они будут выполнять. Закрывать ваше жилье от яркого света и посторонних глаз или просто украшать окно в ваш интерьер. Шторы в квартире должны полностью гармонировать с интерьером. Если выбрать неправильный тип или неправильный цвет, то ваши шторы могут просто полностью испортить весь дизайн. И ни в коем случае не стоит вешать двухслойные объемные шторы в малогабаритной квартире. Ведь они занимают довольно много места, которые так маловато. И лучше свободное место использовать более рационально. Самый лучший вариант при выборе штор – шторы от потолка до пола. Если, конечно, лично идет о кухне или детской комнате. Шторы от пола до потолка могут сделать визуально комнату еще больше и поднять потолок повыше. Но помните, что более светлый потолок, точечные светильники и длинные шторы способны сделать ваше жилье более высоким, даже с низкими потолками. Но продолжим разговор о шторах. Шторы могут сочетаться не только с обоями или мебелью, но и с другими элементами интерьера. Цветастые шторы могут создать поразительный эффект, особенно в сочетании с простой мебелью. И самое главное – шторы в доме стоит менять в зависимости от сезона, от времени года. Ведь весной хочется создать более легкий весенний интерьер, а зимой хочется тепла и уюта. То есть и шторы должны быть более плотными. Можно даже на весну и лето обычные шторы заменить на жалюзи или рулонные шторы. Теперь от штор перейдем к мебели. Расстановка мебели в маленькой квартире играет далеко не последний роль. Какой обычный вариант расстановки? Вся мебель стоит вдоль стен. Так принято, но это не совсем рационально, особенно на маленькой жилоплощади. Приступая к расстановке мебели, нужно сначала все хорошо продумать. Куда станет стол? Где расположится шкаф? И как будет стоять любимое кресло? Возможно, следующий план последовательных действий поможет вам быстрее справиться с этой задачей и распределить вашу мебель более гармонично по вашей маленькой квартире. Для того, чтобы правильно расставить мебель, для начала нужно рулеткой изменить всю квартиру. Затем продумать ширину и высоту мебели, которая поселится в вашем доме. А потом стоит начертить уменьшенный план жилья в пропорции 1,50. И, наконец, вырезать из цветной бумаги квадратики пропорциональный размеру мебели и подписать их. Например, кроват, стол, этажерка, шкаф. Но если не хотите вырезать квадратики, можете воспользоваться программой 3D-дизайна. Если же вы вырезали квадратики, имея план квартиры, можно экспериментировать с расстановкой мебели. Сколько души угодно. Без особых физических усилий можно просто раскладывать квадратики на плане, пока не появится идеальный вариант расстановки мебели. И только потом можно заказывать мебель. Ни в коем случае не наоборот. Ведь большие вещи переставлять в маленькую квартиру, ой, как сложно. И хлопотные, возможно, даже часть из этих мебели вообще не удастся передвинуть. Для маленькой квартиры актуально правило. Чем меньше мебели, тем лучше. Поэтому стоит выбирать многофункциональные предметы. Например, кресло-кровать, стол, этажерку, шкаф-перегородку. Или приобрести мебель-трансформер. Это не только можно. Модно, но и очень удобно. Существенная экономия жизненного пространства налицо. Если же вы предпочитаете традиционную мебель, то лучше использовать открытые стеллажи или мебель с прозрачными стеклянными дверцами. Это меньше нагружает пространство, чем лухие фасады. Пространство можно использовать не только по горизонтали, но и по вертикали, создав дополнительный уровень. Что это значит и как это применить на практике? Все очень просто. Например, в вашем узком коридоре можно повесить полки, уходящие к потолку, и разместить на них книги и те вещи, которыми пользуются, очень редко. А шкафы можно спрятать в нише или сделать их одного цвета со стенами. Это позволит растворить шкафы в пространстве комнаты.